Ситуация стабильная. В Краевом управлении по труду и занятости населения не видят влияния санкций на рост безработицы в сферах торговли и общественного питания. При этом предполагают, что будет отложенный эффект. В связи с введением санкций мы пока не замечаем какого-то массового обращения, да и вообще от организации торговли и общественного питания к нам в службу занятости не поступало заявление о сокращении, высвобождении персонала, о переводе на неполное в рабочее время, так и уволенные из этих организаций граждане к нам не заобращались за содействием в поиске подходящей работы. 20 тысяч вакансий по всему краю на сегодняшний день в базе региональной службы занятости населения. Безработных граждан больше 20 тысяч. Спрос на кадровую силу в обрабатывающей пищевой промышленности большой. Постребованы работники в сфере торговли. Больше трех тысяч вакансий. Управление по труду готово помочь тем, кто останется без работы. Это профессиональное обучение, дополнительная профессиональная переподготовка безработных граждан. Это организация общественных и временных работ. Тем гражданам, которые остались на сегодняшний день без работы или испытывают трудности в поиске работы. И, конечно же, это традиционная мера для наиболее защищенных, уязвимых категорий безработных граждан. Это инвалиды, это сопровождение при трудоустройстве инвалидов и организация рабочего места. Меры по восстановлению численности занятого населения разработаны еще во время пандемии. В ведомстве уверяют, в Алтайском крае готовы к любому развитию событий. Продолжение следует...